Ледовая арена в Радужном. Сюда Алексею Ускову частенько приходится водить маленького племянника. Здесь начинается его сегодняшний маршрут. Хотелось бы сказать, доступный маршрут. Вместо этого приходится считать ступени. Впереди ни пандуса, ни направляющих для слабовидящих. Заходить внутрь смысла нет, как, впрочем, и возможности. Чтобы продолжить движение, нужно преодолеть надземный пешеходник. Он-то наверняка должен быть оборудован под потребности инвалидов. Вызов и тишина. В том, что на просьбу Алексея никто не откликнулся, нет ничего удивительного. Кнопка попросту не работает. А подъемный механизм, который по-хорошему должен откидываться, и вовсе спрятан под защитным чехлом. Алексей привык жить активно, когда позволяет самочувствие и занимается спортом. Но даже для совершенно здорового человека такой переход может быть сродни испытанию. Собирая всю силу воли в кулак, спустя почти 10 минут выходим на улицу. Следующий адрес не станет неожиданностью для всех, кто знает, как Яра Алексея болеет за футбол. Пешеходных дорожек нет. Это первый минус. Проверяем, работает ли кнопка вызова. Это первый положительный звоночек. Забота о слабовидящих второй. Но, кажется, мнение нашего героя уже не изменить. Путь исследования, конечно, у нас во многих местах недоступен. Если опять лестницы, либо искать какие-то обходные пути, что у нас зачастую получается. То есть, если человек, допустим, на коляске хочет куда-то поехать, ему очень тщательно приходится продумывать свой путь. Я думаю, вот если по себе пару раз пройти по лестнице этих подземных переходов, и больше уже идти никуда не захочется. Завершает эксперимент молодой человек уже из последних сил. Помогает член общественной палаты Людмила Макарова. Недавно она с коллегами уже бывала в этом месте и, более того, обращалась по поводу нарушений прав инвалидов в прокуратуру. Но ВОЗ, а точнее подъемник, и ныне там, то бишь под замком. Чтобы разблокировать механизм, якобы нужно связаться со специалистом. Звоним. Здравствуйте. Это, ты инвалид-опорник. Я хотел бы узнать, работает, вот я сейчас в подземном переходе на Советский стою, работает ли подъемник вообще сейчас в данный момент? И где я могу узнать вообще об этом информацию? В Стамбурске. Где, в Стамбурске? Да, да, в Стамбурске. Слушай, мы же не знаем, мы сдали на эксплуатацию. Мы в Санкт-Петербурге находимся. Там есть телефон, должен быть диспенчера. А тут телефон указан только в вашей горячей линии. К нему надо обращаться. Там диспетчер должен быть, понимаете? Мы же очень далеко находимся. Мы проявили подъемник, привезли. Все, поставили, вас другая организация. Ну, просто телефон указан только в ваш, вот тут, рядом с подъемом. Я понимаю, они очень хитро указаны. Общественница уверена, дело не совсем в хитрости. Скорее всего, проблема в отсутствии межведомственного взаимодействия. Вроде бы у нас получается, что деньги освоены, а услуги инвалиды получить до сих пор не могут. Но один из памятников нашей саги о переходах – это вот подземный переход. По одной из определенных программ получается это оборудование, закупается, монтируется. Но до эксплуатации это никак не доходит. Потому что то нет ответственных лиц за контролем работы этих устройств, то нет средств на оплату специалистов, которые будут это обслуживать, то не хватает запчастей. О результатах проверки общественники еще поговорят. Завтра на расширенном заседании палаты работу полностью планируют посвятить тому, как в регионе реализуется программа «Доступная среда». Юлия Саушкина, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.